Хо-хо-хо, дорогие мои друзья-бездельники! Это ролик для всех тех, кто еще не купил подарок, или для тех, кому подарили деньги, или для тех, кто просто интересуется, чем я пользуюсь. Здрасте, вы на канале Сейна, это Гаджет Чек. Я, как вы знаете, блядь, главный фанат челленджей на ютубе. На самом деле я считаю, что челленджа как концепция штука неплохая, но в силу того, что большая часть из ныне существующих челленджей не несут вообще никакой смысловой нагрузки, это дерьмо. Но, по-моему, челленджи можно делать круто, и вот я вам предлагаю свой. Фишка Гаджет Чека в том, что я просто беру и рассказываю вам про небольшое количество гаджетов, или каких-то аксессуаров для гаджетов, которыми я пользуюсь в реальной жизни. Как вы понимаете, мне вообще никто не собирается платить, но суть в том, что даже если бы мне заплатили, то я бы как бы все равно про это рассказал, понимаете? То есть я рассказываю вам именно про вещи, которыми сам пользуюсь. Если кто-то хочет дать мне денег, сделайте это, пожалуйста. Первый гаджет это Xiaomi Mi Max 2. И я сейчас не буду просто облизывать Xiaomi. Больше всего этот телефон мне нравится не потому, что он от конкретной этой фирмы, а его размером. Это лопата-лопат, дисплей 6,4 дюйма. Многие называют это планшетами, у уха он выглядит вот так вот. Да, прям лопата-лопат, но это шикарно. Знаете, очень многие вот просто со времен пятого айфона, когда даже Apple потихоньку начали отказываться от идеи того, что телефоном должно быть пользоваться можно вот онли одной рукой, даже когда главные держатели вот этой позиции начали от нее отходить, тогда начались эти бурления масс, что, о боже, как я не смогу пользоваться телефоном одной рукой, это так сложно. А вот вашим предкам, предыдущим вот звеньям эволюции, вы думаете, вот обезьянам просто было вот взять палку, да? А разжечь огонь, да? А изобрести колесо, что было просто? Блять, вы при рождении не умели ходить. И пока учились ходить, это тоже было непросто, но сейчас-то вы ходите. Можно было избежать этой сложности, да? И не учиться ходить. Но мне кажется, что эта вот сложность, она стоит того, чтобы в итоге уметь ходить. То же самое с лопатофонами. Удовольствие от такого размера дисплея просто несравнимое. Вы целыми днями сидите в своих телефонах, воспринимаете кучу контента, он весь визуальный. И чем больше у вас экран, тем больше вы удовольствия получаете. Ну, естественно, в каких-то логичных пределах. И знаете, в любой компании, если есть какая-то необходимость что-то посмотреть, то, как правило, мы смотрим это на моем телефоне. Потому что он больше, он круче. И все с пятыми айфонами, шестыми айфонами убирают их в кармашки и смотрят на мой. Потому что на моем удобнее и круче. И это удобнее и круче я испытываю каждую секунду пользования телефоном. Если у вас там диагональ в районе пяти, да, у телефона, у вас лицо на части разорвется, когда вы увидите инстаграм на такой диагонали. Это вот вообще другой уровень. И как вы понимаете, если вы сами инстаграмите постоянно, то чем больше экран, тем лучше вы видите собственную фотографию и лучше с ней работаете. Если вы рисуете, то вам гораздо удобнее это делать. И то же самое относится к абсолютно всем задачам на телефоне. Помимо этого, бонусом идет такая штука, что чем больше телефон физически, тем больше в нем места. А соответственно, больше батарея. Когда я купил эту штуку, я мог не заряжать его по два дня. Мне совершенно, кстати, не нужно. Я считаю, что если телефон выживает сутки, день-полтора, то этого вот за глаза хватает. Я как бы каждый день возвращаюсь домой, а если там не домой, то куда-то к друзьям. Или в любое другое место, где есть розетка. И это относится почти ко всем телефонам лопатам. Ваши друзья с айфонами будут покуривать и завидовать в сторонке. Просто из-за того, какого размера у вас аккумулятор. Почему у меня все-таки Xiaomi? Потому что я каждый раз могу их себе позволить. То есть у меня какое-то время был Samsung Galaxy Note 2 вроде бы. Он мне не особо понравился. И там отвратительная совершенно оболочка андроида. И в этом плане Xiaomi, кстати, всех ебет, по-моему. Ну, я не все пробовал, я не техноблогер. Но из тех, что я видел, лучшая оболочка андроида у Xiaomi. Притом как с визуальной точки зрения, так и по расположению каких-то интерфейсных вещей и даже встроенных программ. То есть встроенный очиститель, например, у Xiaomi, просто очиститель мусора. Я не видел настолько же крутых в других оболочках. Может, я не прав. И по поводу того, что могу их себе позволить. Вот уже третий год я покупаю на Авито Xiaomi за 15 тысяч. Сначала это был Redmi Note какой-то, который, ну, просто телефон и телефон. Не особо я был в восторге. Потом был первый Mi Max, который был заебись. Но там была плохая камера, вот, ну, просто не кокущая. И были проблемы с самим телефоном. То есть у меня корпус по пизде прогулялся. У меня из-за этого потом перестал, короче, работать сенсор. Но это все элементарно заменилось. Не суть. Суть в том, что второй Mi Max гораздо пизже. Камера все еще ужасная, блять. Просто ни в какие ворота дерьмо. Но зато все остальное сказочка. И если вы ебанутый играете в выигранной телефоне, то лопаты тоже привет. Потому что обычно в такие телефоны хуевые характеристики не засовывают. И по поводу пользования одной рукой. Смотрите. Видите? Я, блять, че? Волшебник какой-то я. Я не понимаете, ни профессиональный картежник, ни... Не знаю, кто еще вот так вот, блять, крутит руками. Ну, понимаете, ни фокусник, ничего. Но я могу это делать. Вы видите, да? Могу крутить, доставать до любых краев экрана, да? И делать это не особо волнуясь. М? Понимаете? Нет. Мне кажется, это вообще бред. Следующий девайс в моем гаджет-чеке это вот эти беспроводные соньки. Модель Sony MDR-XB950BT. Фантастический нейминг. Блять, круче некуда. Я оставлю название модели в описании, но дело не столько в модели. Похожих наушников очень много. В чем их крутость? Я вообще поддерживаю покупку БУ вещей, БУ техники. Считаю, что вот этот вот принцип не брать с чужого плеча, когда у вас при этом нет денег, это, ну, какой-то абсурд. То есть, если вы живете небогато и понимаете, что цены за шмотки в магазинах, они либо вот, вы понимаете, что вы не можете себе позволить эти шмотки, или те, что вы можете себе позволить в обычных магазинах, это дерьмо какое-то, то я не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать БУ площадки типа Юлы, Авито, всякие барахолки ВКонтакте. Этих красавчиков я взял за 5 тысяч на Авито на момент покупки, они стоили в магазинах там от 13 до 18 тысяч рублей, вот сколько они сейчас стоят на Яндекс.Маркете. Блютуз-наушники, это вообще охуенно, это будущее. Очень скоро, вообще, в принципе, человечество при первой возможности избавиться от проводов сразу же ей пользуется. И наша радость, что очень быстро это произошло с наушниками, и мы научились передавать звук без проводов. То удобство, с которым я перемещаюсь по метро, с ним не сравнится просто ничего. Понимаете, вот, во-первых, сейчас я стал гораздо тише слышать себя, но это ладно. За счет того, просто, какие они большие и какие тут амбушюры, это, если что, вот этот диван называется амбушюры, шумоизоляция присутствует, и она на комфортном уровне. То есть, конечно, шум метро, она не заглушает полностью, но при этом, когда вы идете по улице, как правило, ничего, кроме музыки, ну и там, не знаю, бибиканье машин, вы не слышите. Также на чашках расположены органы управления, то есть переключить трек, остановить трек, принять звонок, сбросить звонок, включить наушники, выключить наушники, и кнопка бас-буст, то есть, типа, супер-басовое звучание, которое я использую только, когда включаю там трек Гостмейна или Сиды и Рэма, и то не всегда. К тому же, что подобная новомодная хуйня, которая не несет, как бы, никакого особенного удовольствия для всех людей, которые не любят, там, типа, боевую классику, эта херь при этом очень сильно жрет зарядку, поэтому я ее вообще не использовал. Однако, сам звук без всяких усилений и увеличений охуенный. Почему? Во-первых, потому что это наушники дороже трех тысяч рублей. Возможно, вы никогда в жизни такие не покупали, я вам очень советую попробовать, вы очень много нового узнаете про музыку, которую сами слушаете. Услышите новые инструменты, новые переливы звучания, какие-то подзвуки, которые были добавлены вашими исполнителями, потому что они как раз работают на оборудовании гораздо круче, чем это. И к тому же, дело в том, что они не вкладыши, они полноразмерные. И здесь работает та же фишка, что работала с телефонами. Объясняю. Чтобы сделать, допустим, процессор или какую-нибудь любую другую важную часть какого-то технического аппарата меньше, за это нужно отдать бабки. Имеется жесткий диск на 1 терабайт вот такого размера, и имеется жесткий диск на 1 терабайт вот такого размера. И вот этот, понятно, будет стоить дороже, потому что когда ты делаешь какую-то технологию меньше, ты теряешь либо в качестве, либо в ценнике. Ну то есть в ценнике ты приобретаешь, но в выгоде для покупателя ты как раз теряешь. И когда у вас вот такая елдень, или вот такая елдень, как понимаете, потеряли здесь довольно-таки мало. И если вы до сих пор сидите своими сраными затычками Philips за 1000 рублей, то очень вам советую, переходите на беспроводные полноразмерные наушники. Главное от нормальных брендов Sony, Bayer Dynamics, Audio Technica и прочие люди, которые делают звук не просто вот ну потому что. Опять же, это далеко не первые мои беспроводные полноразмерные наушники. Я такими пользуюсь уже лет пять, перепробовал самые разные, и это на этот момент мои актуальные и самые лучшие. И если они сломаются, то я скорее всего куплю что-то такого же рода, но может подороже, посмотрю на модели. Все, все, запизделся к следующему гаджету. А следующий у нас это не гаджет. Это рюкзак. Дело в том, что я даже думал записать ролик «Твой рюкзак дерьмо» или «Все рюкзаки дерьмо» или «Как-то так», потому что это печальная правда про современный мир. Мы не уделяем достаточно внимания рюкзакам и привыкли к тому, что нас пичкают говном. Средний рюкзак, вот вы видите, мой, да, в котором там дохуя отделений, всего дохуя крутого. Я расскажу еще про его фишки. Но обычно рюкзак это один основной карман. Здесь еще вот такая квадратная ебулда, в которой тоже ничего нет, тут просто мешок большой. Тут пришит еще поменьше мешочек. Здесь куча неиспользуемого пространства, может быть, с каким-то тупым рисунком. И внутри максимум, что есть, это там такая тканевая прокладочка, чтобы засунуть ноутбук. Ведь, блядь, ноутбук так хорошо сохранится с тканевой прокладочкой, всем известно. Этот рюкзак сделан с умом. И рюкзаков, которые сделаны с умом, довольно много. Например, те же Norface, они зачастую очень крутые вещи делают. Какие-нибудь Deakin зачастую классные, Burton неплохие, еще какие-то есть. В общем, крутых рюкзаков много, но зачастую они стоят очень дорого. Поэтому я, как в случае с телефоном, взял китайца, он называется Tigernu. Очень много у них моделей совершенно отвратительные. То есть, не знаю, может для какого-нибудь среднего китайского офисного работника они и подходят. Но вот для меня, как для 19-летнего парня с пиздатым кольцом, да, они вообще никуда, стыдно выйти на улицу, к пацанам показаться. Но путем долгих сложных поисков я отобрал все-таки эту модель. И, как видите, она выглядит нормахненько. Пацаны не засмеют. И в нем продумано все. Почти все. Зарядки, ну так, чуть-чуть. Начнем с материала. Он сейчас у меня чуть-чуть, не знаю, насколько видно на видео. Он у меня чуть-чуть угвастанный, то есть он у меня до этого лежал на полу. И здесь какие-то следы пыли, грязи. Это все убирается либо вот так вот, либо просто влажной салфеткой. Материал выбран не просто так. Здесь же это все функциональная зона. Все. Это карман. То есть какие-то, не знаю, конверты, документы. У меня здесь лежат просто салфетки на всякий случай. Все это, оно используется. Второе отделение. Открываем. Здесь карман с сеточкой, в которую можно просто сложить херню. И он, как видите, универсальный. В него влезет довольно много разного всего. И в этом плане вас не ограничивает фирма, потому что зачастую делают какого-то непонятного размера отсеки. То же самое относится вот к этому. Здесь один большой и четыре небольших. И как видите, в него вот идеально влезает, допустим, хард. Вот. С таким же успехом в него может влезть, не знаю, вот. Телефон берем. Так же. И так же что угодно. То есть ваши плееры, любые штуки, я думаю, вы сами на вскидку сейчас можете придумать просто 10 вещей, которые удобно можно разложить по этим карманам, чтобы они не путались, не перемещались. А в случае с хардом ты еще и волнуешься за охранность информации на нем. Поэтому отличная хуйня. Далее у нас здесь вот такая вот болтающаяся пинтифлюшка. Зачем она нужна? Это мои ключи. И они прицеплены. Оп. Ключи прицеплены и можно их сразу убрать вот в этот отсек. Это дорого? Нет. Это сложно было вставить в какие-то другие рюкзаки? Нет. Почему это не сделали, не ясно. И тоже относится почти ко всему, что есть в этом рюкзаке. Очень много здесь крутых фишек, которые при этом все остальные не реализуют, но просто непонятно почему. Если я стану богатым, крутым и известным блогером, сделаю свои рюкзаки. Базарю. Также во всем рюкзаке двойные молнии. Это античит. Или как-то по-другому она называется. Короче, это фишка, якобы, чтобы вас не обворовали. На этом в свое время выехали рюкзаки Бобби. И вот их другие братья-китайцы тоже пытаются под егиной защиты от воров продать мне рюкзак. Но это бред ебаный. Я, в принципе, считаю рюкзаки Бобби. Если вам интересно, почему я так считаю, то можете написать об этом, не знаю, в комментах или типа того. Я попробую раздобыть где-нибудь рюкзак Бобби и рассказать, почему он ужасен и на самом деле не подходит для такого города, как Москва или Питер. И, в общем, вас наебали рекламщики. Да. Сагитируй меня, если хочешь. Возвращаемся к ролику. Для людей, которые же не боятся воров, все эти молнии, они хороши исключительно тем, что они просто есть. И за счет того, что они двойные, они больше прослужат, и они, в принципе, сделаны качественно. Это классно. Также у молнии основного отделения, которое я вам еще не показывал, есть специальная штука для замочка. Знаете, можно вставить туда замочки, типа без вашего пароля никто не проникнет к вам в рюкзак. Круто, но я никогда не пользовался. Так. Далее. Здесь у меня даже вставлены документы в замечательный отсек для этих документов. Они очень удобно туда входят. И далее, видите, здесь снова функциональные универсальные карманы, правда, уже другие. Вот здесь у меня огромное свидетельство о рождении, и оно сюда, как видите, идеально поместилось. Вот. Ну, это называется продумали. И вот с таким же успехом, по идее, свидетельство о рождении, можно сверху вот этой фаготой накрыть, но мне это не нужно. То же самое относится к этому карману для всяких просто безделушек. Вот здесь у меня загранник, флешка. Он на молнии, ничего не попадет. Очень удобно, приятно, классно. То есть, просто не от пизды сделаны размеры всех этих кармашков. И, ну, правда, вот вы бы попользовались, вы бы поняли, насколько это приятно. Теперь киллер фича, который есть у моего, и также у многих других рюкзаков. Это USB. Как вы видите, он выведен вот сюда. Здесь тянется провод. И, соответственно, на этот конец должен входить ваш ковербанк. То есть, если у вас там есть банка на 500 миллиардов миллиамперов, промышленный генератор хотите в рюкзаке носить, то вам дают это возможность. Ну, также, если вы его там засрали, можно ее, вот благодаря этой штуке, отсюда просто вынуть, и все будет у вас хорошо. Ну, и, естественно, заряжать смартфон на ходу, просто втыкаясь в рюкзак, это охеренно отличная функция. Здесь расположен кармашек, который, без сомнения, удобный для всяких мелочей. Но единственное, объясните мне, так делают очень многие производители рюкзаков, почему кармашек открывается наружу. Зачем? То есть, в случае, когда я, вот моя спина здесь, моя рука тут, я могу повесить рюкзак на одно плечо, да, и вот таким образом у меня вот доступ к карману. Сейчас я сделаю это зеркально. Вот. И логично, что мне молнию хочется открыть вот так, на себя. Почему она открывается от себя? То есть, маленький карман, в котором я буду хранить какие-то, ну, допустим, наушники, да, вкладыши, или что-нибудь еще, там, мелочку, не знаю, то есть, что-то, к чему мне нужен быстрый доступ, ну, оно почему-то подразумевается, что я буду вот так брать, снимать рюкзак, его разворачивать, и такой, так-так-так, что это там в моей щекотулке, и полезу. Для чего, зачем, не ясно. Вот это, по-моему, большой минус для рюкзака. С другой стороны, просто отделение для воды, сюда спокойно влезает ноль пяшка, это, я не особо про это распинаюсь, потому что я считаю, что такая херня должна быть в каждом рюкзаке. Ну, то есть, ее несложно вставить, обычную сетку, она никак не портит никакой дизайн, то есть, вы понимаете, зачем я. И еще пара крупных киллер-фичек. Отличная спинка с приятными этими поролоновыми штуками, не знаю, насколько это все вообще на что-то влияет, но она не мягкая, и этого достаточно. Потом, эта лямка нужна для того, чтобы вставить сюда ручку от чемодана, и, собственно, прикрепить рюкзак к чемодану и не париться. Дешево, круто, очень полезно, и никак не мешает при повседневной работе. Здесь потайной карман документов для людей, которые хотя бы пару раз в жизни были в аэропорту и несли ответственность за свой полет, понимают, насколько этот карман может спасти жизнь и вообще уберечь ваши нервы, потому что мало того, что вы в аэропорту, и вам нужен отдельный кармашек для ваших документов на полет, с которым вам будет легче жить, а также, когда вы потом прилетаете в какую-нибудь условную восточную страну, и у вас с собой загранка спорта, а вы там на базаре, и бегает 153 чучмека вокруг вас, никакого расизма. Вам будет гораздо спокойнее, если ваши документы будут лежать прямо за вашей спиной под молнией. Невероятно удобные лямки. Они не слишком широкие, за счет этого не запутываются, вот так не перекувыркиваются, но при этом они мягкие, и даже если вы несете в нем условный килограмм 8, они не будут давить вам на плечи. То же самое относится к зажиму на грудь, который тоже, по-моему, должен быть в любых рюкзаках, ну хотя бы такого размера, потому что раз в рюкзаке есть большая емкость, то однажды я эту емкость заполню. А когда у тебя заполненная большая емкость, ты несешь тяжелый рюкзак, или наоборот, несешь пустой рюкзак, нет ничего более противного, чем когда у тебя слетает эта лямка, тебе хочется просто закрепить на груди и жить счастливым человеком. Собственно, Тигерну такой шанс, сука, дает. Последнее отделение, это отделение для ноутбука, здесь также есть, видите, такая фишечка, что можно вставить замок, вот через эти два кольца его продеть, и защитить ваш ноутбук замочком, который шел в комплекте. Здесь же просто классное отделение для ноутбука, и ваш замечательный ноутбучик в этом кармане ждет поролоновые проставочки вашей спинки. Вся мягкость и, собственно, протекцией выступят все вещи остальные в вашем рюкзаке, или если там ничего нет, то просто два кармана, что тоже такой неплохой слой. И, ну, у нас, как видите, тоже не дебил собирал. То есть, в случае, если рюкзак падает на дно, эти штуки немного спасут вас от вашей же глупости и безалаберности, однако все равно со скалы он кидать не стоит. Все штуки, которые я рассказал вам сегодня, довольно бюджетные, я бы даже сказал, предельно бюджетные. Люди готовы отдать, там, 50-100 тысяч за айфон, 15 тысяч за earpods и 20 тысяч за какой-нибудь рюкзак просто от какого-то бренда. Однако вот эти недорогие вещи могут очень сильно улучшить ваше качество жизни. Вы знаете, кнопка подписки. А это старые ролики. Если гаджет-чек понравился, напиши мне, я первый раз вообще такое делаю. Новый год!